друзья всем привет интересные мы времена живем из-за этой всех санкций курса доллара кто бы еще подумал бы год назад что iphone и стали можно сказать народными без просто преувеличения iphone стал доступный сейчас вот прямо можно купить iphone с и 2022 как он там называется самый новый который со 20 23000 что ли по моему короче блин iphone и подешевели потому что курс доллара подешевел но эта речь касается естественно серых рынках у меня iphone 13 зеленый я именно такое хотел купить купил я его за 55 тысяч рублей кто бы подумал бы да я еще полгода назад купил 11 iphone то есть сейчас у нас июнь месяц ну почти июль можно сказать без трех дней полгода прошло до всего-то и iphone 11 я ну почти за пол за полтос покупал а сейчас я купил ну практически за эту же сумму 13 вот еще полгода назад я просто себе это представить не мог но такая в реальности кто говорит что доллар дешевый это плохо это хорошо это просто супер когда доллар стоит 50 рублей мы можем покупать качественные товары по разумным деньгам значит почему я решил купить iphone 13 вообще уйти с одиннадцатого хотя вроде у меня у еще и струс тест на гарантии официальный тараля все принципе он работает кстати я снимаю видео на него возможно это последнее будет видео дело все в том то что у него ну как я уже говорил плохой к на солнце вообще не видно то есть ips дисплей с плохим разрешением я про одиннадцатый говорю и собственно говоря именно из-за экрана по большей части я купил хотел купить другой iphone думал 12 или 13 главное чтобы у него был олед дисплей естественно но с одиннадцатого 12 переходить как-то не очень разумно вот 13 тем более зелененький вполне себе тем более за такую цену грех не купить уверен что скоро доллар он таким дешевым не будет ближе к сентябрю еще наверно будет опять он стоит 70 рублей 80 может и iphone и будут стоить значит опять дорого поэтому я решил короче пока дешево купить значит хочу сразу раз у меня тут коробка от 11 хочу сразу просто даже пленка осталось хочу сразу просто вам показать в чем разница какая-то у них изменилась или нет изменилась за коробки разную 11 чуть побольше потолще коробка но на самом деле он и самый потолще и побольше 11 iphone и мне он этим не нравился он очень неудобный в руке держать его 13 намного намного удобнее держать в руке значит вот такая вот на экран была наклеена наклейка бумажная на 13 и вот коробка коробка вот такими стикерами отклеиваться но это больше без меня знаете вот 11 был вот такая прозрачная пленка и упаковка в такой пленке в принципе это вообще мелочи хочу посмотреть просто про комплектации все то же самое да что в одиннадцатом что в тринадцатом одинаковые кабеля по одному яблоку они положили наклейки и там и там в общем никакой разницы нету вообще просто никакой что здесь что здесь все одно и то же скрепка здесь да и и здесь скрепка скрепка наклейка 1 яблоко но общем тут ничего интересного в общем комплектация одинаковая теперь вот такая немножко отличается просто значит у нас сами коробки и упаковки то есть у нас теперь бумажных нету короче этих пленок по бумажных то есть этих пленок короче нет у нас теперь по сам iphone короче заметил я одну особенность у него во первых он удобнее гораздо лежит в руке чем 11 это сто процентов просто он такое ощущение что он тоньше и если их сравнить то сейчас я не могу вам показать то что я на 11 снимаем то 11 где то вот он настолько где-то вот ну такой вот он потолще сам он и шире и толще но кстати тяжелее в общем одиннадцатый айфон если вы еще наденете на него чехло путевого чехол то это будет вообще просто огромный здоровый кирпич плюс у него тонкие то есть толстые рамки да и ну короче он реально такой большой булыжник вы с собой таскаете с довольно таки плохим дисплеем ну то есть на солнце вообще ничего не видно сейчас солнце лето не чтобы что-то увидеть короче там надо было так вот там ну короче как то вот так вот сами понимаете что-то там рассматривать вот так вот это вот в принципе вот из-за этого я решил сменить 11 по другому ну то есть по другим параметрам 11 хороший производительный телефон хорош хорошей камеры то есть фото видео отлично снимает 11 конечно у 13 здесь сейчас так алло 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 разблокируйся блин да что ж такое-то так блин разблокировал я значит хочу хочу сказать интересный еще момент во первых я заметил ну то есть про камеры да в камерах здесь у нас естественно киноэффект и особенность заметил в селфи что когда снимаешь селфи фотография ты видишь одну нажимаешь сфотографировать а он автоматически делает фотографию другую пока я не понял юмора как это все можно отключить только эта проблема не только у меня другие люди тоже пишут что у них кто купил телефон то же самое происходит то есть вы фотографируете смотрите фотографии одна потом она как-то магия происходит и фотография превращается в более но в моем случае вот я один раз фотку целфи сам себя и фотография просто стало намного красивее то есть она как бы такая авто авто картировка такая произошла такая моментальная короче принципе ничего плохого в этом не вижу но просто такая особенность в одиннадцатом такого нету значит вот что хочу друзьям сказать я сделал резервную копирование пока с 11 интернадцатый все это переносилось но вот есим тут вот перенеслось и приложение сбера сбербанк да но смотрите видите как она как сделано тут короче он типа обновите нажимая на него обновить идет загрузка и вот что происходит не удалось на виде банк приложение больше недоступна веб-сторы можно удалить можно оставить короче это как-то решается через компьютер есть какая-то программа в ю тубе есть принципе инструкция но и даже сервисы сейчас за деньги пытаются на этом заработать могут установить сбер принципе это не проблема через компьютер это как бы короче решается то есть надо загрузить на устройство сбера просто видите как бы получается что сбер вроде как установлен но именно файл докачать само приложение мы не можем потому что в магазине store его удалили то есть надо его докачать на телефон из как-то короче программой вот и она будет работать хотя я займусь этим попозже в целом мне блин дисфлой очень нравится здесь конечно это не сравнить с одиннадцатым с айпи с ам а лет и то есть и в африке а лет тонкие рамки вообще очень приятно держать руки я его даже не хочу в чехол засовывать потому что он настолько приятен ну реально после после 11 просто моя рука отдыхает он тоньше легче его просто в руке удобно держать еще раз повторюсь он ну вот он под руку 11 он большой не для всех он большой толстый тяжелый это же как раз вот ну то что надо и у него конечно вот этот цвет зеленый красивый то есть мне он понравился мне он понравился наверное из всех цветов которые есть у айфонов этот наверное вот по крайней мере для меня это самый такой вот просто красивый цвет такой блин как он перед назвать такой глубоко зеленый такой мне просто зеленый он такой такой благородно зеленый цвет ну красивые короче кстати здесь они отличаются есть вот где камера вон есть такой матовый цвет короче ну вот и maxa есть поддерживать естественно если чехлы с максэйвом в принципе вот такие дела симка устанавливаются у нас я уже eSIM сюда подключил eSIM работает так все то же самое, по моему кнопочка стала поменьше по ощущениям чем с в 11 так вот такие дела друзья, пока цены на айфоны, не только на айфоны, iMac стоит то есть iBook этот, какого, блин, iMac на M1 Air, короче 75 тысяч наушники последние Pro третьи Pro 13 тысяч значит часы SE 23 тысячи, по-моему самые вот, 38 миллиметров или 41 миллиметров, не помню, самые вот доступные да, ну то есть цены реально на технику Apple упали из-за курса доллара доллар упал серые продавцы покупают за доллары товары соответственно здесь перепродают поэтому да, действительно гарантии ростеста нету ну то есть ну есть гарантия от магазина так что в любом случае если что-то случится вам его починят ну вот но айфоны настолько надежные что вот лично вот я надеюсь что с ним ничего не случится что он не сломается постучу по дереву вот так что друзья вот такие вот новости у меня для вас возможно это последнее видео которое я снимаю на айфон 11 потому что я его буду продавать мне два айфона не нужно и следующие мои видосы будут выходить на вот в этом вот зеленом айфоне 13 который кстати идет уже со 128 гигами то есть в минималке минималка 128 о как времена какие времена у нас интересные происходят друзья а на этом все всем спасибо за внимание всем пока